Здравствуйте, сейчас мы контролем по коронавирусу, наличие масок, дезинфицирующих средств, что у вас есть, перчатки, есть, покажите пожалуйста, запас масок есть, 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 покажите, да, да, да. На открытом воздухе в общественных местах именно между гражданами, ну, обслуживающим персоналом и гражданами должна быть дистанция полтора метра, либо обязательное ношение маски, если такой дистанции невозможно соблюсти. Всем кушать охота, всем кушать охота. Ну, как вам вообще, надоели ограничительные меры? Ну, честно говоря, конечно. Все равно зажали со всех сторон, получается, честно говоря, сельчанина, труженика. Мы же зарплаты этого не получаем, ни пенсии, ни зарплаты за счет личного подсобного хозяйства выживаем. А мобильные группы часто приходят? Ежедневно? Да. Что, штрафуют людей? А за что штрафовать, если мы все соблюдаем, все меры? У вас тут все соблюдают? Ну, конечно. А нам сказали, что вы не соблюдаете? А говорят, в Москве кур дают. И все же сотрудникам мобильной группы удалось найти нарушителей ограничительных мер. Во время проверки вы все работали, трое, без масок. Маска была же. Здесь отрицать явное смысла нет. Тем более мы за вами пять минут наблюдали. Так сами же видели. Нарушения здесь уже однозначно. То есть есть все основания для проверки составления протоколов? Мы сами стоим. Или как? Люди-то понимаете, люди пришли, вы много покупателей, вы все втроем работаете, все без этого. Давайте туда убегать не будем. Давайте без камеры, говорю. Камеры, хорошо. Для граждан ответственность предусмотрена в виде штрафа от 500 до 1000 рублей на должностных лиц. Штраф в размере от 2000 до 7000 рублей на юридических лиц от 12 до 25 тысяч рублей. Здесь в виде физического лица граждане осуществляют деятельность. Как вам результаты данной проверки? Ну, здесь результаты сейчас в конце рейда подведем. Ну, однозначно, люди нарушения допускают, но с другой стороны, сейчас, как бы говоря, нарушений гораздо меньше. Арина Дашиева, Данила Жаркой, телекомпания АТВ.